Друзья, всем привет! А вы выбрасываете старые пустые газовые баллончики? Я нет и вам не советую. Есть идеи, как использовать повторно. Для начала убеждаемся, что баллончик пустой и снизу баллона протыкаем отверстие. Делаем аккуратно. Далее сверху выбиваем клапан и рассверливаем отверстие снизу до 12 миллиметров, а сверху до 25 или 20 миллиметров. Теперь берем пластиковую трубу и отрезаем длину чуть большую, чем баллон. Снизу трубы делаем отверстие на 12 миллиметров. А у баллона отрезаем вверх. Отлично режется обычными ножницами. А чтобы не было острых краев, мы их подгибаем. Верхушку шлифуем на куске наждачной бумаги, чтобы убрать лишние заусенцы. Теперь надо загнуть кромки у верхушки до такой степени, чтобы она легко входила в баллончик. Теперь надо собрать немного опилок. В этом мне поможет вот такой строительный пылесос от компании Вихрь. Кстати, как минимум такой пылесос в мастерской – это инструмент, который должен быть в первую очередь. Чем мне понравился именно этот? Ведь я им уже пару месяцев попользовался и есть некоторые впечатления. Пылесос удобен в работе, мощный, засасывает даже куски бетона, а трехметровый шланг и пятиметровый провод позволяет работать по всей мастерской от одной розетки. Этот пылесос предназначен для сухой и влажной уборки помещений, а также для совместного использования с электроинструментом при принудительном удалении продуктов, сгорания или пиления. Может убирать крупные частицы мусора, а также воду. В комплекте есть все необходимое – трубки, насадки, фильтры и многоразовые мешки для сбора пыли. Для влажной уборки их нужно снять, и вода собирается прямо в бак пылесоса. В общем, классная штука, всем советую. Подробнее о нем можно узнать по ссылке в описании. Так, опилки добыли, теперь подготавливаем баллончик. Будем их туда засыпать. Для этого вставляем пластиковую трубу в баллон и фиксируем болтом через отверстие сбоку, вставив этот болт в пластиковую трубу. Получится вот такая конструкция, в которую наполовину или чуть больше насыпаем опилки. Параллельно растапливаем свечки до жидкого состояния. После того, как они растопятся, заливаем в баллончик. А затем еще подливаем парафин. А после этого накрываем верхней частью от баллона, сильно прижав. Даем остыть минут 10 и вытаскиваем болт с трубкой. А далее идем тестировать. Получилась вот такая конструкция с твердым топливом внутри баллона. Работает по принципу финской свечи. Также можно ее назвать свечой Лебедева. Поджигается спичками или зажигалкой. Разгорается быстро. Мне было интересно, сколько она прогорит. Получилось почти час. Баллон можно заправить повторно. Делается такая свеча быстро, весит мало. Можно брать с собой в поход или рыбалку. Затушить можно, просто прикрыв отверстие сбоку. Друзья, как вам такое применение пустого баллона? Думаю, сейчас в холодное время штука актуальная. Так что решил показать вам. Идея далеко не новая. Многие о ней знают, но кто-то, думаю, нет. Так что решил и сам попробовать, и вам показать. Оцените лайком и в комментариях напишите, годная штука или нет. А те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем удачи и пока-пока.